девчонки всем привет рада видеть вас на моем канале меня зовут валя кто не знает еще что уж новогодние праздники прошли я думаю все уже хорошенечко набили свои пузики оливьешечкой и селедочкой под шубой так что хватит все я когда стала на весы просто ужаснулась ну не будем о плохом и так девчонки первое видео в этом году будет посвящено тональному крему от secret skin так что если вам интересно оставайтесь со мной и поехали девчонки я решила сначала протестировать этот тональный крем я его взяла на свои зимние каникулы собственно говоря после нового года и хочу сказать какие-то свои выводы более детальные потому что первое впечатление поняла что ни о чем не говорят совершенно и собственно говоря не так не так понятно вообще какой это продукт что он из себя представляет потому что чаще всего первое впечатление ошибочным оказывается поэтому решила и в хвост и в грибу просто протестировать тональный крем сегодня будет нанесение обязательно я постараюсь постараюсь проносить его целый день у меня сегодня будет работа в одном ресторане так что он сегодня переживет еще и мои танцюльки замечательные этот тональный крем действительно является color correcting cream потому что в нем есть маленькие крупинки сам он по себе белый когда его наносишь на кожу ты прям ощущаешь эти крупиночки как только ты начинаешь разносить бьюти блендером либо же руками то эти крупинки я так понимаю лопаются и собственно говоря вылазит сам пигмент и таким образом тональный крем начинает подстраиваться действительно под вашу кожу потому что я его нанесла и на себя наносила и на свою маму и мама у меня немножечко темнее у нее кожа но на ней тоже прекрасно все выглядело то есть он подстроился в принципе и реально кожа была просто офигенной я сейчас буду петь просто дифферамбы этому тональному крему потому что он меня впечатлил я от него не ожидала ничего особенного но супер за 190 гривен это такая находка просто на каждый день давайте начнем с плюсов кожи с ним становится как то сказать вот есть слова холеная вот блин вот она такая и становится она выглядит очень красиво очень нежной знаете такое ощущение как будто бы вот вот это ваша кожа то есть тонального крема не видно совершенно на вашем лице всматриваться сидеть вот так вот долго ты не всмотришься я обычно тональные крема проверяю на своем молодом человеке и если он говорит что тонального крема не видно значит его действительно не видно девочки это уже проверено просто на многих баночках и короче говоря ни разу мне не удалось как бы обмануть своего молодого человека сказать у это я без макияжа все блин нафиг заметно с этим же тональным кремом совершенно такого эффекта нету он не перекроет вам прыщи он не замажет какие-то недостатки он не перекроет там пигментные пятна какие-то либо же покраснение жесткие то есть это реально легкий такой тональный крем на каждый день реально не отягощают вашу кожу вы его не чувствуете в течение дня но присутствует влажный блеск то есть как только вы наносите тональный крем у ваша кожа она реально как будто бы ну вот не знаю дышит просто этой влагой она напитана выглядит она прям увлажненная этот сиси крем подойдет сто процентов для сухой кожи для сухой кожи это просто маст хэв маст хэвич я вам говорю вот бегите просто в магазин и покупайте подойдет для нормальной кожи для комбинированной кожи но не для жирной у них есть еще другие виды я вставлю сюда картиночки обязательно там есть что мне понравилось с лифтинг эффектом и с пептидами это для возрастной кожи мне кажется тут тоже будет маст хэв потому что реально для моей мамы допустим очень тяжело найти какой-то тональный крем который бы не подчеркивал все на свете просто так что да вот такой вот эффект дает этот тональный крем и я предлагаю уже приступать к нанесению поехали и так девчонки сейчас посмотрела что домой сиси крем предназначен для выравнивания тона кожи это именно желтая вот такая вот версия потому что есть еще голубая увлажняющая именно и фиолетовая если не ошибаюсь сейчас посмотрю да фиолетовая версия для собственно говоря лифтинг эффекта и так давайте посмотрим что нам обещает собственно производитель слушайте я что-то не то открыла или чё крем осуществляющий полноценный всеобъемлющий уход за кожей си си крем поистине уникальная разработка продукт можно считать улучшенным и дополненным вариантом биби крема он имеет гораздо более легкую текстуру быстрее впитывается в кожу еще лучше удерживает макияж на лице помимо декоративной функции крем активно увлажняет кожу дарит ей свежесть и здоровое сияние полностью вообще под каждым словом подписываюсь так оно и есть мягкая воздушная текстура до обеспечивает ровное покрытие до которая надежно скрывает дефекты и изъяны кожи лица выравнивает рельеф и тон кожи дает матовый оттенок нифига не матовый тут немножечко соврали так изъяны на коже какие-то не сильно он уберет но собственно все посмотрите что еще выравнивание рельефа но в принципе я бы не сказала что это какой-то мощный прям эффект но немножечко присутствует мягкая воздушная текстура это прям да 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 состав крема входит аденозин аденозин и арбутин оказывающие отбеливающее действие ну спасибо аденозин подтягивает кожу разглаживает морщины борется с преждевременным старением замечательно обширный комплекс растительных экстрактов обеспечивает питание кожи насыщение витаминами и влагой растительные компоненты способствуют сужению пор помогают сохранить и водно-жировой баланс на приемлемом уровне на самом деле по поводу вот этого водно-жирового баланса я соглашусь потому что в течение дня в принципе вы не выглядите особо как жирнюший жирнющий блин только в конце дня вы так будете выглядеть конечно но если вам не нравится этот эффект как бы живой холеной кожи то естественно вы можете просто взять матирующую пудру и собственно это все припудрить таким образом мне кажется будет намного легче покрытие чем вы бы брали какой-то реально классический тональный крем наносили его и сверху еще и пудра все-таки тут будет немножечко полегче и так разговора разговорами давайте наносить вот здесь вот была такая фольгированная заглушечка которая есть по моему во всех тональных кремах такого вида его наносить нужно не так много как я нанесла в первый раз первый раз был просто передоз этого тонального крема я реально не знала просто куда его уж деть наношу сразу на кожу вот видите какой он беленький и реально я я сидела когда первый раз наносила думаю боже какой кошмар и это я буду такая вот беленькая короче у меня прям передоз сегодня будет по тональному крему ну да ладно вот так вот выглядит тональный крем вблизи я надеюсь вам видно эти крупиночки самые вот так вот еще поближе подойду ну короче они там есть если что наносить я буду спонжиком потому что попробовала руками руками все-таки мне некомфортно и кстати лучше всего вот видите только его начала наносить и уже проявляется пигмент собственно лопаются вот те самые крупиночки класс это реально просто магия когда ты видишь у себя на коже и желтоватый такой пигмент и белые одновременно и да местами вот тут у меня видите вот зернышко есть беленькая вот это есть та самая крупиночка об и все и превратилась крупиночка в пигмент разносится очень легко очень быстро в принципе нигде не залипает не западает все это сразу же после нанесения тональный крем вот так вот выглядит кожа она сияет она прям вообще свеженькая красивенькая под глаза я его тоже не наносила хотя можно он очень легкий в принципе он не пересушит вам кожу под глазами так что можете не бояться наносить его смело под глаза если у вас нет каких-то проблем с этой зоной нету синячков то почему бы и нет вот моя кожа поближе так вот выглядит тональный крем давайте при пудру это все дело возьму сегодня пудру от wet and wild я все-таки продолжаю тестировать брала с собой кстати на каникулы очень довольна на каждый день вообще пока что идеальная для меня пудра но единственное что это пудра естественно вам не сильно заматирует кожу и этот тональный крем так давайте нанесем контуринг я давно не использовала палеточку свою от ламель возьму вот этот оттенок контуринга как вы видите там уже решеточку видно в нем ну и собственно говоря смотрите теперь недостатки этого тонального крема как вы можете видеть то неровное получается нанесение именно контурирующего средства у меня есть вот здесь такие проплешины небольшие вот на этой стороне тоже видно вот проплешина вот короче говоря именно вот сухой продукт очень тяжело растушевать именно с этим тональным кремом либо же нужно какую-то поплотнее пудру нанести все-таки такую помощнее так хайлайтер у меня будет от жуе в оттенке цитрин я его показывала в покупках на черную пятницу кисть для хайлайтера оттуда же так что заходите смотрите кстати напишите пожалуйста как вам картинка нравится ли не нравится я экспериментирую ищу ищу себя в поисках красивые картинки и так девчонки я закончила макияж приблизительно полчаса я красила сделала глаза да кстати глазки у меня сегодня сделаны с помощью вот этих вот вот этих вот просто ребятишек на каждую палеточку у меня есть обзор на канале так что смотрите you welcome что могу сказать ничего не изменилось на лице ничего не зажирнило сильно короче все красивенько все раз прекрасненько чудесненько надеюсь что я сниму финал очку и мы посмотрим как он себя поведет в конце дня и собственно после моих всех плясок на сцене так что все ждите ну что ж девчонки давайте поговорим о тональном креме концу дня сейчас 0 0 47 короче говоря надеюсь вам было видно я накрасилась тональным кремом около трех часов дня если не ошибаюсь и короче говоря это прям вообще тест-драйв тест-драйвач я думаю сейчас сама хотя бы посмотрю как тут дела как тут успехи но я вам скажу не так все плохо вообще замечательно себя повел тональный крем даже хайлайтер на месте контуринг на месте все на такс ну давайте посмотрим вблизи на это чудо чудесное так девочки я к вам приблизилась немножечко поубавила свет вот так вот выглядит кожа с ним концу дня немножечко вот здесь вот собственно говоря поскатывался тональный крем по бокам надеюсь вам будет видно но собственно говоря здесь та же ситуация вот здесь на подбородке такое ощущение как будто бы створожился немного на лбу обычная вообще ситуация от морщин просто тут поскатывался немножечко вот он по западал в крылья носа и с этой стороны покажу вот так вот на подбородке и и вот так вот на лбу себя повел а вообще хорошая ситуация опять-таки повторюсь я видела как он себя ведет течение дня поэтому я это я ожидала что все будет раз чудесно прекрасно и вообще вполне себе столько часов выдержал тональный крем который предназначен на повседневочку блин чувак ты просто гениален и так ребятки мне лень уже отодвигать камеру дальше все я хочу спатоньки я устала всем спасибо за просмотр я надеюсь вам понравился этот обзор надеюсь угла полезно и интересно как всегда так что если понравилось ставьте пальчики вверх подписывайтесь жмите колокольчик уведомления потому что мне очень часто пишут ребята в инстаграм что просто тупо не появляются мои видео в рекомендованных так что обязательно обязательно жмите перенажмите ну короче говоря вы знаете что делать пишите ваши комменты возможно кто-то пробовал этот тональный крем уже будет интересно ваше мнение всех целую обнимаю до скорой встречи пока пока